Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. И вот некоторые темы этого выпуска. Скважина вышла из строя в Калманском районе. Людям подвозят воду, но она морковного цвета и на всех не хватает. Поговорим о важном. С сентября в школах края будут преподавать новый предмет. Пятая серия лекций для профессионалов. Журналисты телеканала Толк повышают квалификацию в Национальной ассоциации телерадиовещателей. Алтайский край попал в число регионов России, которым Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим. Носить маски в общественных местах, в транспорте и закрытых помещениях рекомендовано тем краям областям, где заболеваемость коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Наш регион под это требование попадает. С 10 по 16 августа у нас зарегистрировано 1639 заболевших. Когда будет принято решение о возвращении к масочному режиму в крае пока неизвестно. Напомним, в соседней Новосибирской области уже рекомендовали носить маски в общественных местах. Оттолкнулись от дна. Согласно опросам, которые проводили среди застройщиков России, строительный рынок пережил в мае переломный момент. В июне, в июле, начало жевать. Об этом рассказал на конференции в Барнауле руководитель портала «Единый ресурс застройщиков». Согласны ли с его мнением алтайские застройщики и власти региона в нашем видеосюжете. 2021. Практически все, без исключения застройщики, называют самым удачным за последние годы для строительной сферы. После кризиса 2014-го потребовалось 7 лет на то, чтобы отрасль пришла в себя и показала результаты. Это и в целом по России и в нашем регионе в том числе. В прошлом году, и мне приятно об этом говорить, наши строители сделали рекорд по вводу жилья. Больше, чем когда-либо в российской истории с 91-го года. 988 тысяч квадратных метров жилья. Наверное, мы такие показатели в этом году сохранить не сможем. И причин тому немало. Одна из основных – взрыв ключевой ставки. Он напугал и бизнес, и банки, и население, которое до сих пор занимает выжидательную позицию. Люди не торопятся вкладываться. Мало кто готов платить ежемесячный ипотечный кредит в размере 30-35 тысяч рублей. Самая главная проблема у застройщиков, потому что впереди всего продажи. Хорошие продажи – это и хороший ввод, и все остальное. Это ипотека и так далее. На сегодняшний момент в целом в России продажи просели на 30-40%. Это сегодняшняя тематика по сравнению с среднеизвешенным уровнем продаж в 2021 году. Это надо восстановить, показатели надо вернуть в тот уровень, который он был. По словам московского гостя, восстановиться поможет ипотека. Сейчас она становится доступнее. К тому же, по его словам, доходы граждан, если и снизились, то незначительно. Между тем, далеко не все разделяют оптимизм москвичей. Это ситуация, когда сегодня банки дважды получают прибыль, а застройщики сегодня в ситуации находятся, когда они не могут, вы сами приводили сегодня пример, не снизить цену, чтобы увеличить количество продаж, тем самым как-то свою ситуацию поправить. Поэтому вот эта ситуация, ее надо решать на уровне Российской Федерации. Если мы не решим, то мы придем к кризису, еще раз говорю, мы потеряем застройство. Останутся у нас единицы, а с рынка уйдут застройщики. Как известно, Центробанк и президент России против досрочного раскрытия скроу-счетов. Москвичи считают, что неким выходом для застройщиков могли бы стать бридж-кредиты, правда, со ставкой не более 1 или 2%. Напомним, сейчас такой кредит выдается на короткий срок, правда, под повышенный процент, чтобы тем же застройщикам сдвинуться с мертвой точки и решить финансовые проблемы. В этом случае банк разделяет риски застройщикам. А что касается ближайших перспектив, то строить в нашем регионе, конечно, будут. Но вернуться к темпам прошлого года пока не получится. Сколько домов вы собираетесь заложить в 2022-2023 годах? И больше это или меньше, чем было, скажем, в предыдущие годы? Ну, приблизительно у нас в строительстве порядка 15 домов. Но по пределах 8-10 домов мы будем постоянно вести. То есть, ну, снижение на 30% будет. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Скандал из-за нехватки воды разгорелся в поселке Троицк Калманского района. После того, как в населенном пункте отключили скважину, доставлять воду жителям стали на пожарной машине или тракторе. Правда, многих сначала смутило ее качество, а затем и количество. Воды на всех стало не хватать. Анна Рашагирова продолжит тему. С ведрами и флягами ежедневно в 4 часа дня жители Троицка подтягиваются к местному магазину. Это место остановки трактора, на котором доставляют людям воду. Она с недавнего времени и особенно ценный продукт. Лишний раз и руки не помыть. Лишний раз, что-то где-то, куда-то. Огород мы вообще уже не перестали поливать. Мы не поливаем огород. Воду в поселке отключили неделю назад. Причина, по словам руководства сельской администрации, поломка скважины. Людям организовали подвоз воды. Но ее цвет местных, мягко говоря, смутил. Вода перестала бежать, а у всех дети, у всех животные. Просто начали привозить воду. Первый день вообще привезли ужасную воду. Я вам скидывала фотографию морковного сока. Мы ее отстаивали, мы ее кипятили. Мы делали себе чай, готовили еду, мыли посуду. Потому что хоть какая-то ржавая, так она хотя бы есть. Воду развозит местный житель. Он берет ее из своей скважины и курсирует по селу. Но всем воду не доставишь. В Троицке почти 700 жителей. Каждой семье нужно и постирать, и приготовить. У большинства еще есть огород и хозяйство. Из-за дефицита воды сельчане даже стали ругаться. Туалетом уже не пользуюсь. Бочок, сынок сказал, зальем. Я говорю, нет, надо воду экономить. Хожу на улицу. Ну, помаленьку. Еще сейчас волнительно то, что овощи. Сейчас тут капуста подходит. Все, она пропадет. Ладно, я то все брошу. Огурцы насолили там, ладно. Морковка это потерпит. А капусту ее щелить надо, где вода. Вода в скором времени появится. Успокаивают в местной администрации. Но попытки реанимировать прежнюю скважину не увенчались успехом. Насос качает полторы минуты, потом просто отключается и все. Когда сделали осмотр, вытащили насос, посмотрели, она просто песком забилась. Рабочие пытаются расконсервировать запасную скважину, что находится рядом. Если и этот вариант не сработает, будут тянуть водопровод от самого райцентра, Калманки, что почти в пяти километрах от поселка. Жители Троицка такой перспективой весьма озадачены. Думают, сколько же продлятся такие работы и что делать с хозяйством. А главное, где все это время брать воду хорошего качества и в достаточном количестве. Новое оборудование для школьных столовых закупил Край в преддверии учебного года. Сумма затрат составила 86 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании Краевого правительства рассказала Светлана Говорухина, новоиспеченный региональный министр образования и науки. По ее словам, в ближайшее время школы Край отправится новая техника. За счет регионального бюджета приобрели больше тысячи единиц оборудования для школьных столовых и 30 автобусов. На все это затратили больше 200 миллионов рублей. Еще 55 автобусов мы ожидаем за счет федеральных средств традиционно. Но пока распоряжения еще не видели на эту тему. По национальному проекту получено лабораторное оборудование, часть компьютерной техники на прошлой неделе. Идет сейчас приемка. В этом учебном году во всех школах Края начнут преподавать новый предмет. Называется он «Разговор о важном». Он предполагает занятия, на которых детей будут исторически просвещать, прививать им патриотизм, нравственность и нормы экологии. В каких классах будут разговаривать о важном и кто будет вести новый предмет, эти вопросы мы адресовали специалисту. Это будет 34 часа. Уроки будет проводить классный руководитель по понедельникам, после поднятия флага Российской Федерации. Что будет с детьми обсуждаться на этих уроках? Есть такие мероприятия, которые связаны с юбилейными датами. Например, в этом году это 165 лет Циолковскому, День матери, День отца, День победы, 110 лет с дня рождения Михалкова будем праздновать в этом году учебном, День земли, День труда и так далее. Алтайские следователи продолжат расследование уголовного дела, главный фигурант которого – 36-летний Барнаулец. Он избил своего 14-летнего сына и прицепил к его ноге цепь с гирей, якобы в воспитательных целях. В правоохранительные органы обратилась бабушка-ребенка, которая сейчас находится в спецучреждении. В ходе предварительного следствия следователям Следственного комитета предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца-ребенка. Расследование уголовного дела продолжается. Деревья прорываются сквозь кровлю, подвал и придомовая территория тонут в мусоре, а двор превратился в проезжую часть. Жители Барнаульской многоэтажки жалуются на свою управляющую компанию, которая отказывается содержать дом в чистоте и порядке. Наша съемочная группа пообщалась с жителями многострадального дома. Мусор, который там находился, то есть полы вскрывали, все скидывали сюда. Сделали ремонт, а за собой не убрали. Силикатная 7А. Первый этаж маневренный жилой фонд города. Такой переселяют жильцов из аварийных домов. Не так давно квартиры первого этажа ремонтировали. Но ни управляющая компания, ни подрядная организация мусор после не вывезли. У дома нет дворника. ТСЖ наши за нами вообще никак не смотрят, так как им вообще ничего не нужно. Когда к ним обращались, говорили, что найдем дворника, все. Они как сказали, за 2500 рублей пойдете? Ну кто пойдет за 2500? Жители пытаются очистить двор своими силами. Хотя за его содержание ежемесячно отдают больше 2000 рублей. Куда уходят деньги, люди не понимают. По их словам, два года назад, когда домом управляла другая компания, двор выглядел более презентабельно. Было нормально здесь. Как-то и дворники были, и как-то, ну, более-менее. Тут и площадка более-менее была детская. Как-то, ну, приемлемо все было. Со временем поменялась сейчас управляющая компания. Это ужасно. Машины гоняют, мусор не убирают, ничего не делают. Причем мусор скапливается не только возле дома, но и в подвале. Почему управляющая компания не следит за общедомовым имуществом, мы попробовали выяснить. Но с руководством УК связаться не удалось, не застали на месте. Коммунальные юристы, в свою очередь, советуют провести собрание жильцов и поднять вопрос о повышении тарифа на текущее содержание дома, дабы платить дворнику более достойную зарплату. Но если жители не голосуют, и тариф остается прежним, и управляющая компания тогда должна изыскивать способы и методы для того, чтобы при том сборе, который у них есть, при том текущем содержании, которое они имеют, обеспечивать должное содержание. Если управляющая компания не найдет возможности навести порядок на придомовой территории, то жителям следует обратиться в жилищную инспекцию края, которая вправе наказать УК рублем за неисполнение обязательств. Ребятишки здесь, получается, им играть негде. Это сейчас еще спокойно с утра, а вечером в 5 часов начинают машины ехать, и у них вот там по дороге они могут проехать, где КАМАЗ идет, там могут они проехать. Они все едут здесь через двор, и они не едут, они летают. Несколько раз были случаи, что не сбили через ребенка. Жители просят свою обслуживающую организацию обустроить во дворе и лежачих полицейских. Но если и получится это сделать, то лишь за счет кошельков самих людей. Они, к слову, готовы скинуться ради безопасности своих детей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Пруд в Изумрудном смогут наполнить водой к концу октября. Так говорят сотрудники, которые занимаются реконструкцией объекта. А в преддверии холодного сезона в парке приступили к обрезке аварийных деревьев. О ходе рабочего процесса в Изумрудном смотрите далее. В Изумрудном становится зеленее. Во всю идет благоустройство. Уже готовы дорожки, зоны отдыха и детские площадки. И посетителей сразу стало больше. Качели, горки. Для детей это прекрасное место для прогулки, я считаю. Очень напоминает, в Петербурге есть парк. Вот эти вот маленькие ларьки. Старый парк, естественно, был. Мало-таки за ним следил. А сейчас заметно, что убирают и следят за состоянием новых площадок. Я из Новосибирска, и там таких парков нет. Но главная жемчужина парка – пруд, пока далека от своего окончательного вида. Переделок предстоит еще много, говорят рабочие. Но завершить реконструкцию пруда планируют до первых заморозков. И если успеется, до зимы хотят наполнить его водой. Начальную стадию разработку грунтов и подготовку мы как бы уже выполнили. Уже частично приступили к формированию заложенного проектом будущего конструктива. В данном случае ступени, твердые каменные ступени, по которым можно будет ходить до воды. Работают усиленно, график плотный, добавляют строители. Но все переделки выполняют только днем, ведь рядом жилые дома, шуметь нельзя. Вы далеко отсюда живете или в этом районе? Нет, в этом районе. Но вот скажите, пожалуйста, слышно ли ремонтные работы? Нет, слышно. То есть все тихо, все спокойно? Да, все тихо, спокойно. Сказать, что какой-то шум, наверное, нет. Единственное, может быть, в том году была грязь, когда обустраивали дорожки, прошел дождь, здесь прогуливались. То есть такое ощущение того, что здесь будет комфортно, было. Понятно, что неизбежные строительные работы, они необходимы были. Ремонт парка по сравнению с озеленением – процесс краткосрочный, подчеркивают застройщики. Ведь на создание ландшафта уходят годы. Но уже вовсю идет обрезка аварийных старых деревьев и пересадка саженцев. Мы работаем с биологами, со специалистами, поэтому мы часть деревьев берем прямо из парка. И мы специально, у нас есть такой участок местности, который, ну, такая поросль выросла, мы ее не удаляем. Им до поросль из благородных деревьев – липы, ясеня, яблони, рябины. Мы их не удаляем, а с помощью пересаживателя пересаживаем в другую часть парка. И, кстати, такие деревья лучше всего приживаются. Застройщики парка надеются, что погодные условия не помешают и работу получится закончить в срок. Сдачу основных объектов планируют на конец года. Но незавершенных штрихов еще много добавляют рабочие. Однако посетителям парка это не мешает получать удовольствие от прогулок. Мария Мацаева, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Телевидение стали смотреть больше на целую минуту. Произошел переломный момент в потреблении информационного контента, сообщил моим коллегам Александр Яковенко, преподаватель Национальной ассоциации телерадиовещателей, что находится в Москве. Там сейчас на обучающем семинаре целая группа корреспондентов телеканала «Толк» и один из наших сотрудников, Анастасия Дороган, уже поделилась подробностями визитов в столицу. Телецентр «Останкино» – огромное здание, но у нас здесь экскурсий пока не было. Весь сегодняшний день мы проводим на этом этаже, где проходит пятая серия лекций «Школы НАТО» для журналистов. Наши спикеры – это федеральные корреспонденты, ведущие, редакторы, и с нами они делятся техническими моментами, дают советы для телевизионного производства. Первым нашим спикером был Александр Яковенко, это замдиректора дирекции информации телекомпании НТВ. Он дал несколько советов для региональных СМИ, к слову, как специалист, он и сам вырос не в Москве, и вот что он ответил на несколько наших вопросов после лекции. Где сложнее работать сейчас, на региональном телевидении или на федеральном? – Я думаю, что мера ответственности, она одинаковая, потому что и там, и там эфир, и там, и там зрители. Какая разница, где ты работаешь? В федеральном эфире ты что-то говоришь или в региональном – это все равно ответственность, это все равно переживание за результат в прямом эфире. Я бы не разграничивал эту историю. Я бы вообще не делил. Федеральные и региональные – они делятся по масштабу тем, но они не делятся по подходу профессиональному и отношению к профессии. – В плане того, что хотят сейчас смотреть зрители. Они вообще смотрят телевизор? – Да. Вот я, к сожалению, этот слайд не принес, но одно из исследований показывало, что тренд на то, что телевизор смотрит все меньше, был переломлен в прошлом году. Может быть, он изменится, но в прошлом году был переломлен. И на одну минуту телевизор стали смотреть больше. По итогам телесмотрения года. Это не нашего канала, а глобальное какое-то исследование. Сейчас источник не упомяну. Поэтому мне кажется, что история телевидения убьет театр, а интернет убьет телевидение. Все существует параллельно и может существовать параллельно. И, как показывает опыт, опыт может успешно существовать параллельно. Даже синергию устраивать. Нормально? – Стоит ли сохранять свое лицо, лицо телевидения, или меняться под соцсети, перенимать что-то в тренд? – Я думаю, что изменения, конечно, нужны. Но это не значит, что надо меняться, если минутно и постоянно. Я думаю, что надо откликаться на время. Я думаю, что надо откликаться на время. Если мы говорим про информационные вещания, то есть форматы более консервативные, которые не терпят резких изменений. В них могут присутствовать и привноситься изменения. Но какие-то радикальные эксперименты, они, наверное, будут не очень удачны именно в классическом жанре, ну, допустим, как выпуска новостей. А если мы говорим про инфотеймент, какое-то инфошоу, туда свобода эксперимента выше и больше. Но даже консервативный жанр, как мы сегодня пообщались, и то претерпевает изменения, потому что время эти изменения диктуют, и телевидение не может на них не откликаться. Подробности поездки наших корреспондентов в столицу России смотрите в ближайших выпусках. Ну, а мы продолжим. Любители обыграли профессионалов. В матче одной 256-й Кубка России накануне встречались барнаульские динамовцы и любительская команда «Темп». Встреча вызвала огромный интерес болельщиков. Победу «Динамо» особо не верили, ведь наши профессионалы давно не выигрывали как на чужом, так и на своем поле. Этот матч не стал исключением. К тому же «Темп» много раз доказывал, что к любителям относятся лишь формально и готов дать фору профессионалам. Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Футболисты «Темпа» повели. Второй мяч влетел в ворота «Динамовцев» на 84-й. Правда, в сухую «Темпу» победить не удалось. «Динамовцы» забили ответный мяч в конце игры. Следующий соперник барнаульских любителей – «Омский иртыш». Встреча состоится 31 августа. Но жители края еще смогут насладиться теплыми деньками. Холодная осенняя погода, которая сейчас держится в нашем регионе, скоро отступит, заверяют местные синоптики. Воздух начнет прогреваться уже в эту субботу. В дальнейшем постепенно идет тенденция на потепление. И уже со вторника и до 26 августа температура воздуха в дневные часы в крае будет колебаться от 20 градусов по северным районам и до 28 градусов по южным районам. В Алтайском гидрометцентре отмечают, что обычно в августе температура несколько выше нормы. Такое холодное первая половина летнего месяца бывает нечасто. В последний раз подобной была погода 5 лет назад, в 2017. Но и тогда, и сейчас прохладу сменили теплые комфортные деньки. А на этом у меня все. Я напоминаю телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде на завтра. Спонсор прогноза – компания «Ибалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok